Добрый день! В эфире программы «Новины Регионы» У студии «Працу» Явген Пабалавец. Глядите в выпуску С працовным визитом Гомель наведал посол Аустралии у Российской Федерации Питер Тэш Сегодня в Беларуси означается «День Мати» С этой нагоды областным Громадско-культурным центром отбылся урочистый прием Жанчин керавництвам Гомельской области Отбылась первая серая областного хоккейного дерби Зараз об этом меньшем больше подробно Посол Аустралии у Российской Федерации Питер Тэш наведал Гомель, где встретился с керавництвом областного центра и обмерковал потенциальные шляхи супрацовництва По словам дипломата, побывать в Гомеле он выросил после наведания «День Гомельской области» в Москве которые проходили у веростних этого года Первое знакомство с нашим регионом отбылось именно там и сегодня австралийский бок уверенно заявляет, что зацикавлено в сопрацовництве с Гомелем В свою очередь старшиня городского совета депутатов Иван Бородинчик отзначил, что Гомель готовы до диалога и стосунков в разных сферах Так, до начала Австралия зацикавлена в закупке сельхозтехники и продукции химической промысловости а также открыта для сопрацовництва в сфере культуры В самом начале своей деятельности как посол и в Беларуси так что я надеюсь, что со временем я найду возможности и буду рад продолжать разговор и с Гомельской областью по этому поводу Сегодня областный центр с офицейным визитом наведал представник управления верховного комиссара ААН по справах беженцев у Республицы Беларусь Жан-Ив Бушарди В рамках визита представник ААН соустрелся с гражданами, которые охотничают о представлении обороны у Республицы Беларусь Только в 2016 году за предоставлением пристаниша у Гомеля и Гомельской области Свернулось 97 человек Больше из них – граждане Украины, Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии Основная цель – это встретиться с людьми, которыми занимаются нашими партнерами Послушать, какие вопросы, проблемы есть Осуществлять в том числе мониторинг относительно приезда заявителей с Украины Увеличивается ли количество, либо оно снижается И делать в целом оценку ситуацию Еще девять шмандетных Жан-Шин отримали сегодня ордены Мати Эта приемная подея отбылась подчас урочистого приема Жан-Шинки равниством Гомельской области Об святе, якое у Беларуси означается уже 30-10 годов, материал Олега Синтерова Инициатива означать День Мати одночасово с церковным святом покрова Просвятой Богородицы Належала Беларускому союзу Жан-Шин И вось уже больше 20-х годов, 14-го кастричника, уся ОВАГа Мати Почас урочистого приема керавництвам в области, яше девять из них отримують ордены Мати Сегодня в регионе проживает к реху больше 14 тысяч шмандетных Мати Почем у самой великой семьи Гомельской области выходит 15 детей До речи, самая великая колькість детей, народженных одной женщины 69 Гэти рекорд был зарегистрованный у России, або 200 годов тому Оператор машинного доедня, наставник, метработник, продавец, домашняя господиня Яна Розная по взрослому и займаемых посадок Аля Кожная уже здесь сняла свой самый голодный ужитий подвиг Народила и выховывая по некольких детей Алена Черникова такую узнагороду отримала ранее Сегодня у ее семьи 10 неполнолетних полов, за яких приемные Как мы можем оставить ребенка страдать, если мы видим, ну если я сама мать И я знаю, что такое, когда ребенок плачет, когда ему нужна мама Как я могу, допустим, пройти мимо лежащего ребенка в кроватке Который плачет и зовет маму? Я не могу Скольки урочистых сустреч, примеркованных до дня мати, пришло на огомщине Докладно не ведая на пыльный никто На предприемствах и организациях кажуть, что пришлось и навык Уносить коррективы в рабочий график Причем только одним днем увага до женщин шмат день обмежевывается Уреште, при любой экономичной ситуации для этого можно найти махчимости К декретному отпуску я только вышла, у нас доплачивают по миллиону Каждый месяц дают, ну и всегда, конечно, помощь Вот и дню матери нас пригласили, поздравлять будут На помощь я пишу, всегда помощь оказывают Татьяну Савину до речи запросили и на еще один урочистый прием У областного объединения правосоюзов Организаторы кажуть, что такое мероприемство проводить не первый год Але все равно хвалюется Уреште, незалежно от взрослого всем и детям До того же День Мати, свято особливая Любви, добрыни и поваги до человека, якидая життем Поклонение Мати увугли традиция, уластивая усим народам свету Причем с глубокой давнины, як оборонцы домашней утульности Продолжальницы роду и заховальницы семейных традиций У всех есть желание иметь мальчика и девочку Ну а потом не получалось у меня девочки Сначала родилось три мальчика Когда поняла, что беременна четвертым ребенком Была уверена, что будет дочь Но получился сын Четыре сыночка и лапочка дочка На Гомельшине, яки у целому нашей краине Паранейшему надается великая увага Пытанию притягнение молодых специалистов До працы в малых городах и сельских населенных пунктах Для их тут створаются усе необходные умовы Достойная заработная плата и махчимость карьерного росту Зурачу могульной практики, яка обслуговывая же хоров Одразу 11 малых населенных пунктов Калинковицкого района Познайомилася наш корреспондент Вероника Ворошилина У агрогородок Липа у Калинковицкого района Что размещается, прикладно, у 35 километрах от райцентра Младый специалист Катярина Шостак приехала по размеркованне Девчина скончила Витебский державный медицинский университет Зараз я напрацую урачом огульной практики У Липовской больницы Сестринского догляда На ее обслуговании находится агрогородок Липа Три фельдшерско-акужерских пункты И семь отдаленных вёсок Усяго 11 населенных пунктов С початку молодого врача вязковцы приняли снестероженностью Зараз проблем с поразумением тут не возникает Сейчас в основном вопросов таких нету Что вот я не хочу такого врача Я поеду в Калинкович и консультироваться Сейчас есть определенное доверие И люди повторно приходят Видно, что контакт налажен Рационный день у Катерины Шостак Что дня начинается с 8 годин ранницы С початку прием пациента на месяц Затым обслуговывание хворых стационара И праца по выкликах на дом Специальность урожа огульной практики Охопливает широкий диапазон Наказания допомоги насельництву Люди взвертаются до Катерины С проблемами высокого тиску Лорзахворваниями, травмами, дитячими хворобами И иншими недугами Зимой тут бывает по 40-50 пациентов Летом, звычайно, удвоя меньше Катерина Шостак, разумея Ее первое опрационное место Это колоссальный опыт Оголовная, саправды необходная Из-за потребованной допомога Вязковому насильниству Бояться ехать в село Я думаю, не стоит Еще не было таких случаев Чтобы какие-то экстренные вопросы Не решались Всегда есть скорая Всегда есть врач в больнице Которые придут на помощь Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко Телерадоя компания «Гомель» Скалинковицкого района И об спорте Первая серая областного хоккейного дерби Отбылась на переддне у Гомеля Мясовый однаменный клуб У рамках чемпионата Беларуси в экстрализе Прымал суседев сажлобинского металлурга За поединком садшилась Аргей Негарович У стартовом адреску глядачы голову не убачили Соперники возили шайбу от одних ворот до інших Але пробить опошний рубеж обороны Никому не удавалось Гульнями лошмат браку и порушенья У раз пораз баки заставались у меньшинства Але и этим никто не скорыстався Нуль-нуль после первого периода Игра боевая Никто не хотел уступать К сожалению, очень много удалений Которые ломают игру Одни играют Вторые сидят Холодные, потом выходят Выпадают из игры У другого периода соперники додали агрессии и напору И на 29-й хвилине господары лёду Нареште открыли лик Кидок Колосова после передачи Хараманда Са скрипом, але досягнул меты Однако радость протягивалася недолго Литерально 28 гульнявых секунд Спотребилася гостям, каб адновить паритет Визначился Самохин На 11.33.00 Гомель знову вышел наперед Сергей Тополь принял передачу Праспятачок И с другого разу пробил оборонцу и галкипера А за 43 секунды до сирены Сталявары знову запалили червоный лихтар За господарскими воротами Лик 2-2 установил Михайлов У середине третьего перееду в огненные рыси Зновку павели Корысть сталкотник аля ворот сталёвых валков Вынес Виктор Лугауски За две хвилины до финальной сирены Гомель знову застался в меньшисте Арбитры выдалили Ивана Мяделя А главкам Жлубинской дружины Пайшоу ва-банк, заменивши галкипера Палявым гульцом Спроба перевести гульню овертайм За кошт формата 6 на 4 С треском провалилася Оборона господаров перахапила шайбу И Тополь, поразивши пустые вороты Установил кончатковый лик 4-2 Хоккей играет Агрессивная, азартная Не вижу азарта с нашей стороны Прячутся за спинами Других пацанов Ну и из-за этого Провалы идут Хорошо, что выиграли Выстрелили 3-5 Дали сопернику шанс зацепиться За счёт 4-6 Провели характер Выстрелили Молодцы, всех победы Таким чином, первая серая областного дерби Засталась за Гомелем Из усим худками Талург поспробует взять реванш На домашнем люде У суботу, 15-го Кастричника Соперники сострянутся У Жлобинским лядовом палаце Початок у 13 годин Сергей Негаревич, Максим Славин Телерадиокампания Гомель И на этом выпуск завершен У студии працавау Евген Пабалавец Усяго доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин